Всем здравствуйте! Вы на канале Замечтательная жизнь. Меня зовут Елена. Сегодня я хочу сделать обзор своих семян. Я давно это хотела сделать, но не все семена у меня были куплены. Поэтому вот сегодня сходила в магазин, докупила еще семена и думаю, что больше я ничего покупать не буду. Не люблю я много семян покупать. Лучше использовать те, которые куплены. Так, что я буду в этом году садить? Конечно же, обязательно буду садить я зелень. А зелени у меня осталось много вот таких простеньких семян. Вообще я люблю простые, недорогие семена покупать. Но сейчас и они стали, кстати, дорогие. Это у меня семена остались с прошлого года. Вот, значит, кориандр обязательно сажаю. Я люблю такие вот зелень, которая необычно пахнет. Не все ее, конечно, любят, но вот я ее люблю. Такую пряную, вернее, зелень я очень люблю. Так, вот салат крупнокочанный. Обязательно салаты, чтобы у меня прямо рано-рано-рано начинались они идти. Укроп обильно очень люблю. Конечно же, тоже я и этот укроп. Так, вот салат кармен. В этом салате очень много йода. Вот в таком красном салате я его тоже обязательно сажаю. Салат кучерявец. По чуть-чуть, но их сажаю. И, конечно же, индау. Как я его раньше не любила, этот индау. А в этом году у нас тепличка появилась уже поздно, где-то в июле месяце. И я в июле месяце много чего посадила, в том числе и вот это индау. И вы до глубокой осени пользовались вот этим салатом. Настолько он мне понравился. Он с каким-то таким ореховым вкусом. Вот именно вот этот вот. Мне он очень-очень понравился. Римские каникулы. Руккола индау. Скороспелая. 20-25 дней. А, горчично-оливковый вкус у него. Ну, мне вот показалось, что какой-то вот такой ореховый вкус. Так что ж мне... Я буду его обязательно садить на зелень. Так, какие же я напокупала огурцы. Естественно, тоже для раннего уже урожая будем садить пораньше. Вот зела от Октябрины Ганечкины. Апрельские сорты F1. Раннеспелый, холодостойкий, портенокарпический гибрид. А посмотрите урожайность. До 40 килограмм с квадратного метра. Вы представляете? Это же очень и очень много. Заявляет обычно меньше. Вот он, раннеспелый. 45 дней, от 45 дней. Слабо бугорчатый, белошипый. Белошипый. Длиной до 22 сантиметров. 200-250 грамм. Вкусовые качества отличные. В общем, вот такой сорт зела. Дальше засолочный. Ну, засолочный это, конечно же, обязать. Вон, видите, какая урожайность? 3-5 килограмм с квадратного метра. Ну, взяла я этот сорт огурцов, потому что фирма мне такая нравится. Садок. Не знаю, как сейчас. Ну, и цена, конечно же, устроила. А так он пчелоопыляемый. То есть я буду его в открытом грунте садить. Вот. И тоже 40-45 дней. Идеально подходит для засолки и консервации. Также вот почему-то я взяла авторские сорта. Супер урожайные, очень ароматные плоды. Фирма Поиск. Мне понравился вот эти вот авторские сорта вот этой фирмы. еще и вот я брала редьку. Тоже авторские права. У меня еще, кстати, осталось. Авторские сорта и гибриды. Там еще много. Я садила немного для пробы. Посадила уже поздно. В июле даже в конце. И вы знаете, прямо ровненький такой плод. Крупный получился. Вот как заявлено. Ночка называется Ночка. Вот он у меня уже в том году пользованный. Тоже вот написано. Прекрасный сорт. Ой, уже посыпались у меня семена. Ладно, я соберу. В общем, там еще тоже у меня много. Как раз на этот год мне и хватит. А тут я вот еще и огурцы увидела. Такого же авторские сорта. Такой же фирмы. И тоже прикупила. Салатный он как бы. Но нам салатный тоже ведь надо. Тоже, чтобы был вкусный. Сладкий мы любим. Ранний. Тоже женского типа цветения. Ну, ладно. Я его тоже в открытый грунт посажу. Толерантен к вирусу огуречной мозаики. К мучнистой и ложно-мучнистой рассе. Это тоже очень много как бы значит. Дальше садок разносол. А, эти семена я покупала, кстати, вообще по ауценке. Так, они 7,99. А я, по-моему, по 2 рубля, что ли, как-то так купила. Поэтому я их и купила. Люблю по акциям покупать. Тоже пчелы опыляемые. Тоже, значит, пойдет он у меня в открытый грунт. И захотелось мне взять огурцы пучком. Чтобы были они, росли пучками. Потому что мне в том году, я тоже брала вот такие огурцы. Настолько мне они понравились. Это уже у меня использованная картинка. Я, семена использованные. В том году я посадила где-то тоже в июле месяце. Они настолько рано начали мне плодоносить. Патрио Стар Ф1 называется. И прямо вот как заявлено, так и был. Пучками он рос. Хотя здесь написано для подоконников и балконов. Но я его посадила в теплицу. И здесь, значит, это портенокорпический. Заявлено длиной 6-8 сантиметров. Нет, не 6-8 сантиметров он у меня был. Его можно было вырастить. Он вырастал до 15, а то и больше сантиметров. И масса, соответственно, тоже была больше. Во-первых, они вкусные, хрустящие, сладковатые. В общем, очень мне вот такой сорт понравился. Но в этом году что-то я не взяла картинку. И поэтому, видите, название какое интересное. Я, естественно, забыла, но купила вот такой тоже сортовой сорт. И тоже много завязей в нем. Тоже урожайность 15-18 килограммов с квадратного метра. Букетного типа цветения. Ранний спелый. Портенокорпический. То, что нам и надо. Никогда не бывает горькими. И тоже высокоустойчив к грибным инфекциям. У меня в том году огурцы заболели. Каким-то тоже заболеванием я показывала. Видео у меня есть. Поэтому вот мне надо, чтобы были устойчивые. Так, ну и свекла, естественно. А, кстати, тоже вот фирма Садок. Тоже по акции куплена. Тот же самый. Я купила ее по акции. Вот такой сорт и вот такой. Тоже по 2 рубля. Вот такие семена были по осени. Продавали у нас пятерочки. Потом же вот еще вот такие семена. Помидор купила тоже по акции. Тоже фирмы. Той же Садок. Значит, это что у нас? Томат Тигренок. 9-10 килограмм с квадратного метра. 105 дней. Высокоурожайный, пишет. Обладает отменным вкусом. Ну, мы же, конечно же, любим помидоры. Вот такие я тоже семена купила. У меня помидорные есть семена. У Ксюши много еще осталось. Бычье сердце. Ну, а бычье сердце, конечно же, вообще хорошие семена. Крупноплодные, сладкие, урожайные. Но он среднеспелый сорт. Значит, можно его будет уже где-то в конце февраля. Через недельку я, наверное, его буду выращивать. Он высокорослый, по-видимому. Да, этот томат высокорослый. Значит, я его скоро буду уже садить. Думала, что у меня нет этой морковки. Купила вот такую витаминную. Тоже помню, что она такая вкусная морковка. Или деликатесную. Какая-то она стала не сладкая вся морковка. Мне так хочется сладкой морковки погрызть. Особенно, когда она уже вызревает. Ну, посмотрим. Хорошо хранится зимой. Значит, посадим этого. Хотя, хотя, я нашла у меня морковки еще есть. Вот в обычных, простых семенах. Вот тут. Тут бы мне и хватило бы, конечно. Но я не была у меня. Не нашла. Вот буквально после того, как купила, я нашла вот эти семена. Ну, ладно, что делать-то. Я немного ее сажаю. Вот. Буквально два рядочка на грядке ее сажаю. В том году тоже было нормальный урожай. У нас, нам хватает морковки. Так, значит, это у меня морковка. Тыкву купила. Не хотела я тыкву покупать. Не люблю я ее. Она у меня растет, в принципе-то. У Ксюши на канале есть, какие мы тыквы выращиваем. Но тут, я думаю, куплю-ка я сладкую. Вот тыква крупноплодная. Цукат. Самый сладкий ароматный сорт. Вот взяла. Плоды хранятся до полугода. Попробую. Я хочу есть вот как дыню, например. Получится ли, не получится, так ее есть. Посмотрим. Так, мякоть желто-оранжевая, сочная, ароматная, с высоким содержанием каротина. Вкус написано превосходный. Ладно. Супы, каши, джемы, соки. Попробуем. Ладно, купила так и купила. Дальше. Вот сегодня я сходила. Это что-то для меня базилик. Это все. Вот купила такие семена базилика. Всякие разные. Я, конечно, искала карамельного вкуса, но нет у нее. Взяла базилик овощной. Фейерверк вкуса. Называется. Значит, здесь с разными вкусовыми оттенками. Так. Аромат корицы. Гвоздичный. А вот и карамельный, кстати, здесь есть. И лимончик. Представляете? Вот поэтому я и взяла вот этот вот. Обожаю базилик. Базилик это для меня все. Я вообще зелень всю люблю. Но базилик это, конечно же, для меня, ну, какое-то царственное такое растение. Пряная трава. Вкусом корицы тоже взяла. На подоконнике можно. Красивый и полезный. Ну, я, естественно, буду выращивать и на улице, на грядках, где-нибудь на краешке грядки. И, конечно же, буду выращивать в теплице между помидорами, между этими перцами. Я его, естественно, посажу. Так. И взяла вот такие семена. Простой овощной фиолетовый. Эти зелененькие. Здесь зелененькие. А здесь вот фиолетовый. И он с ароматом лимонный. Тоже люблю лимонный аромат. Там еще был с ароматом ванили. Я тоже хотела взять. Но, думаю, я и так тут набрала уже сколько. И тот что-то мне показался дороговатый по цене. Хотя эти тоже. Вот этот 14 обычный. 21 рубль. 15. Ну, ничего еще. Еще ничего. А тут какой-то дороговатый мне показался. Хотела еще с ароматом ванили взять. Попробовать. Ну, вот я искала чисто карамельный. Ну, вот этот вот фейерверк. Он со всякими ароматами. Ой, как хочу. Вы знаете, у меня уже слюнки потекли. Прям хочу, хочу, хочу. В общем, вот такие семена я понапокупала. Еще у меня был обзор семян своих. У меня их куча, 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 куча. Куча семян. Кстати, вот еще у меня вот семена нашла. Укроп у меня. Укропа много я сажаю тоже. А вот тут еще свой кориандр я нашла. Вот, и тоже буду садить. Семена стараюсь свои я собирать. Так, петрушки у меня свои семена. Мелисы свои семена. Ну, много я показывала уже. Вот такие у меня семена. Ладно, все. Всем пока-пока. До новых встреч. Хороших всем урожаев. Будем наблюдать, что, чего и как у нас будет расти. Подписывайтесь на мой канал. Замечтательная жизнь. Ставьте лайки. Буду вам всем очень-очень рада. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok